Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников, что-то узнавать. Сегодня у нас Хуан Грис. Хуан Грис. Имя прирождения Хосе Викториано Кармелла Карлос Гонсалес Перес. Испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма. Учился в Мадридской школе искусств и ремесел, сотрудничал с символистическими журналами. В ранних работах ощутимо влияние модерна. В 1906 году, сразу после окончания учебы в Мадриде, переехал в Париж. Долгое время жил на Монмартре, познакомился с Матиссом, Модельяне, Леже, Пикассо, Браком, а также с поэтом Максом Жаковым. Главный жанр его живописи – натюрморт. Первая одна из наиболее удачных живописных работ Гриса, «Аммаш Пкассо». Она была выставлена в 1912 году в Барселоне. Я пользуюсь приводной википедией. В 1914-1918 годах эволюционировал от аналогичного кубизма к синтетическому. Первая персональная выставка состоялась в 1919 году в Париже. Затем последовали экспозиции в Берлине и Дюссельдорфе. Сотрудничал с Дягилевым и его балетной труппой. Занимался книжной иллюстрацией книги Аполлинера, Реверди, Уидоу. Пользовал гуашь, акварель, экспериментировал с техникой коллажа. Дружил с Пьером Реверди, Гертруда Стейн, которая старалась всячески поддерживать художника и продвигать его на арт рынок. По мнению Гертруда Стейн, Пикассо стал основателем кубизма, а Грис пропитал кубизм ясностью и экзальтацией. Работает на теории искусства. В 1924 году выступил перед студентами философского факультета в Сарбоне с лекцией. В своем выступлении Хуан Грис высказал о том, что ни одна работа, которую суждено стать классической, не может выглядеть как предшествующий классик. В искусстве, как и в биологии, существует преемственность, но отсутствует схожесть с предками. Художники наследуют характеристики предшественников. Вот почему никакое важное произведение искусства не может принадлежать никакой другой эпохе, кроме своей собственной. Умер от почетной недостаточности в западном пригороде Парижа в возрасте 40 лет в 1927 году. В 1977 году был выпущен каталог, содержащий 800 работ Хуана Грис. Ну что, по его работам. Вот одна из работ на кресте была продана за 28 миллионов, она называлась скрипка и гитара, а натюрморт со скатертью в клетку был продан за 56 миллионов долларов. Работа была приобретена Метрополитным музеем. Ну вот и все, что мне удалось найти о Хуан Грисе, фанском художнике и скульпторе, одним из основоположников кубизма. Все, пока-пока, смотрим картины. До свидания.